В интернет и запросила у Тигран Кума поиск телефона Барона Мячеслава. Как правило, там, где находится телефон, находится и его владелец. Признаться, Мирослава меня удивила. Негрунко произнесла Валяна, потягивая минералку прямо из бутылки. Я считала её самой осторожной из всех жюриц, самой предсказуемой. Я была уверена, что старуха не способна, она поступала. В тихом умнике можно повстречать немало разных вещей. В тон ей отозвался барон. Но называть её поведение поступком я бы не стал. Тогда почему? Прошу вас, чуть тише. Помимо азартных дружинников, в помещении находились две воительницы из дочерей Журавля. А посвящать воинов в секретные дела королевы Мячеслав не собирался. Извините, Валяна упрямо дёрнула головой. Почему же не поступок? Потому что подобная операция требует непрерывного и полного контроля. Терпеливо объяснил барон. Нельзя ни на секунду упускать из виду ключевые фигуры. Мне надо быть на сто процентов уверенным в том, что они играют по твоим правилам. Семёрка! Заврал кто-то из дружинников. Я же говорила, что мне везёт. Валя Пол, а ты не враг тебе со спящим. Я ему денег должен. Вот он и подыгрывает. Валяна поморщилась. Это ваши лучшие воины? Вы бы предпочли, чтобы они молча таращились в стену или на нос? Шпилька была пущена откровенно. В присутствии обер-воеводы обе дочери журавля, словно из вояний, сидели на стульях и даже, как показалось барону, ни разу не пошевелились. Валяна уже открыла рот, чтобы объяснить взорвавшемуся мужлану его неправоту, но передумала. Хоть мужчина, но всё-таки близкий друг королевы. Да и мозги вроде имеет. Трусоват только. Мирослава – опытная колдунья. И я уверена, контролирует ситуацию. Насколько я понял из-за её рассказа, контроль сводился к бесперебойной и бесплатной перекачке магической энергии. На неизвестные нужды неизвестной секты. Кого там готовят, как и для чего, жрица не знала. Просто ей казалось, что они никогда не поднимут руку на владельцев источника. А разве не так? Усмехнулась обер-воевода. Без нас, чайловские маги, ничто. Пусть они оболванят своих сородичей и установят теократическую диктатуру. Зелёный дом всё равно окажется над ними. Мирослава рассчитала правильно. Она великая жрица. Надеюсь. Барон тонко улыбнулся и резко вступил.